Ну что ж, и всем привет, с вами Вейчсов Синь, и сегодня мы продолжаем проходить игру «Назад в будущее», у нас эпизод 5 и серия третья. Ну что ж, нам нужно расспросить нашего профессора Дутто, который на самом деле не профессор Дутто, а Док под аквалангом. Дутто, точнее, да. Наверное, мне нужно вызвать администрацию, чтобы вас выставили отсюда. А ты, хладнокровный негодяй Дута. Сен-А-Ди. Шлем сними. Сними шлем. Предпочитаю его не снимать. Моим носовым порохом вреден континентальный воздух. Куда ты дел Эммета? В водолазный колокол? Это называется ботисфера. Ага, значит, Эммет в ботисфере. Я не понимаю, о чём вы говорите. По-моему, нужно поближе познакомиться с этой ботисферой. Боюсь, без билета нельзя, сэр. А у меня он есть. Этот парень пытается пролезть бесплатно? Нет. И лучше не пробуй. А не так ж плохо быть по эту сторону закону, ты. Ну что? Погрузитесь на дно в ботисфере. Ботисфера. Я бы хотел на ней прокатиться. К сожалению, без билета. Так, я понял. Короче. Как говорят, у меня на родине поживём увидим. Док, почему ты против меня, а? Зачем ты так делаешь? Ты, конечно, понимаешь, что у тебя своя жизнь. Но надо же восстановить. Ну, вот мой билет. Желаю опуститься на дно в ботисфере. Вам нечего там делать. Это как так? У меня есть билет. И ты обязан его принять. Это... Неправильный билет. Да, 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 давай. Ладно тебе. А где у нас охрана? Где у нас охрана? Почему он появляется только когда он нужен? Хочешь печеньку из водорослей? Не думаю. Так, ладно. Совет, чтобы не париться. Так. Экспонента. Похитить другого. Спрятать его. Да ещё и принимать билеты. Ну, подходящая причина, я понимаю. А кому жаловаться-то? Хорошо. Организатор, это ты. Давай. Привет, Арт. Поэтому билеты я могу попасть на любую экспозицию, так? Конечно. Это универсальный билет. Так, а тот аквалангист отказывается его принимать. Хм, наверное, здесь какая-то ошибка. Пошли узнаем, в чём дело. Давай. Давай разберёмся. Профессор Дутоа, этот молодой человек утверждает, что вы не принимаете его билет. Ничего подобного. Я с удовольствием приму его. Пожалуйста, поднимайтесь по лестнице, а я подниму быти сперва. Сейчас что-нибудь типа она сломалась, да? Что случилось? Шестерни. Наверное, их заклинило. Боюсь, что сейчас я не смогу поднять битисферу. И почему я не удивлён? Впрочем, я это потом исправлю. Возможно, вам следует зайти по помощи. Вот собака. Я Техно, Муза Прогресса. Снова почтила вас своим присутствием. И что ни говори, разве эта выставка научных и технических достижений не лучший подарок от Хилл Велли всему человечеству? А народ? Если вы этого ещё не сделали, я настоятельно рекомендую вам посетить экспозицию «Квартира будущего», расположенную в главном зале. Билеты можно приобрести у меня на информационном стенде. Чёрт. Пожалуйста, спуститесь. Так, чё мне надо сделать? Экспозиция временно закрывается на ремонт. Тут чё-то есть? Я подожду. Ты разве не видишь, что он нас дурачит? С этими шестернями всё в порядке. Ну, он нет. Миссия Дуту делает всё возможное, чтобы починить оборудование. Если будешь стоять у него над душой, ему это не поможет. Ай, блин. Чё ж делать-то? Я всё ещё здесь. Да? Заканчивай спектакль, док. Ты великий учёный, но актёр из тебя никудышный. Вы эксперт по актёрскому мастерству? Я только не понимаю, как тебе удалось незаметно запихнуть его внутрь. Кого? Ты знаешь кого. Молодой человек, я повторяю, в Батисфере никого нет. Да, он действительно это сказал, Гесс. Подними Батисферу. Я уже сказал вам, механизм заклинило. Если вы вернётесь чуть позже... Вот, дерьмо, док. Я точно знаю, что ты прячешь и... У вас какие проблемы? Нет. Всё просто замечательно. Ремонт экспонам. Может занять. У меня есть признание Эдны, и я не хочу его... Так, хорошо. Давайте так спускаться ещё. Ой. Отойдите. Вы наступили на шланг. Какая разница? В Батисфере же никого нет? Это очень скверно. О, простите. Эй! Эммит задохнётся, если ты не поднимешь Батисферу. Эммит, кто? Эммит, ты! Может, хватит уже, Жак Дуто? Он же Карл Саган, он же... Поднимай же. Я не зайду со шланга, пока ты не поднимешь Батисферу. Лучше бы тебе так не делать. Почему? Ведь в Батисфере никого нет, да? Блин, что-то ещё сделать надо? Что случится, когда закончится воздух? И с ним... Это старая морская поверхность. Зажатый шланг означает нетвратимую гибель. Возможно, если бы внутри кто-то был. Но, по-моему, вы сказали, что в Батисфере никого нет. Там никого нет. Давай, давай. Мучайся, мучайся. Артур. Я куда не пойду. Нет, я так не думаю, но я не могу сидеть здесь весь день. Мне нужно вернуться к работе. Я требую, чтобы вы опустили шланг. Чё мне ещё можно сделать? Да, правда. Можно подумать, это тебе не хватает воздуха, а не тому, кто сидит в Батисфере. Я не понимаю, о чём вы говорите. Кажется, вы двое каким-то образом связаны. Хе-хе-хе-хе. А чё ещё могу сделать? Садите со шланга. Блин. Подними Батисферу, да? Я не буду этого делать. Я тоже. Так, как нам уговорить, возможно, и действовать в интерес Хэммета, чтобы молодому нанесли какой-то вред. Марти никогда бы не навредил Хэммету, но может ли быть в этом уверен Гражданин Браун? Находясь на платформе, встаньте ногой на шланг без Батисферы. Так я уже... Сколько мне ждать-то? Ну? Вот так вот, док. Видите, это была всего лишь маленькая неисправность. Давай, вытащим тебя. Хе-хе-хе-хе. Э, Мэтт Браун? Так это правда? Ну вот, гад и убег, а? Эй, вы! Эй, он только что украл бумажник у этого парня. Я думаю, он украл его бумажник. Напомню, чтобы я не пытался стать океанографом. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Куда это он, ты не знаешь? Ну, бежал. Ему пришлось уйти. Один из его экспериментов провалился. Точнее, все. Хе-хе-хе-хе. Как я его понимаю. Приветствую, уважаемые гости. Я, техну, муза прогресса, с радостью представляю вам одного из величайших изобретателей, неустанно радеющего за то, чтобы наша жизнь в будущем стала еще лучше. Кажется, это я. Выступаю в следующий раз. А ты готов? У меня нет выбора. Ты принес статический аккумулятор? Конечно. А, да. Вот он. Отлично, пошли. Придумал все новое устройство и конструировал их все. Хе-хе. А че он уже не светится? Он светился вроде бы. Возможно, одна из его только что изобретенных штуковин в будущем изменит жизнь всего города. Не ее ли он собирается показать нам сегодня? Теперь все в порядке. Все опорные подшипники подняты. Опорные подшипники. Опорные подшипники. Все подняты. Готово. Тогда, похоже, все системы готовы. Пожелай мне удачи. Все будет нормально. Дамы и господа. Представляю вам Эмита Браун. Протестую. Протестую вашу честь. Я требую отменить это научное выступление Эмита Летропа Брауна. В связи с невменяемостью последнего. Я обвиняю его в том, что он пренебрегает мной. Своим отцом. Где он? Подайте его сюда немедленно. Понятно. Эх, мальчишка. Эй, ты же не думаешь, что сможешь его спрятать? Эх, вы устраивали представление. Слушайте, мистер, судья, сэр, это вы устраиваете скандал? Нет, я запрещаю своему сыну устраивать здесь скандал. Не спорь с ним. Но если тебе ничего сказать. А, так значит он там, наверху? Большое спасибо. Сын, я приказываю тебе сию же минуту спуститься вниз. Приказываю. Я хочу поговорить со своим сыном. Эймет не готов говорить с вами лично. О, майн гот. Ты будешь говорить от его имени? Я полагаю, да. Вам не удастся его отговорить. Он уже все решил. Если слова не помогают, можно перейти к наказаниям. Если позволите. Проблема в том, что вы на него слишком давите. Он вас боится. Он недостаточно меня боится. Вот в чем проблема. Никуда не уходите. Я и не собирался. Я считаю доверие. Я не буду с ним разговаривать. Это бессмысленно. Ой, какой твой план? Ну, и каков твой план? Я просижу здесь целую вечность. Через несколько столетий начнется процесс окаменения, которым собственно все и закончится. Очень плохой план. Просто поговори с ним. Что ты теряешь? То же самое они говорили генералу Кастера. Господи. Может быть он даст тебе шанс объясниться? В конце концов, он же судья. Да, судья, который уже вынес приговор. Он меня не послушает. Он никогда не слушает. Я сейчас вернусь. Я смелый. Итак, ваш клиент хочет сделать заявление. Ай, жесть. Он говорит, что вы его не слушаете. Он сказал, что с вами бессмысленно разговаривать. Вы его не слушаете. Это только доказывает его упрямство. Конечно, я его выслушаю. Если он сумеет оправдать свое ненормальное поведение, я буду только... Никуда не уходите. Эммет. Я не буду с ним разговаривать. Я понимаю. Он пообещал тебе выслушать. Ты слышал? Он обещал тебя выслушать. Ну... По крайней мере, попробуй. Давайте. Отец. Сын? Ты никогда не желал меня понять. Все, чего ты хочешь, это унизить меня и растоптать мое природное стремление. Ты не знаешь, что такое быть молодым. Ты просто не знаешь, что значит мечтать и иметь амбиции, которые поглощают тебя целиком и начинают жить собственной жизнью. А тебе остается только смотреть, как эта самая жизнь летит в чертовой матери. И не отчего приграться молодостью. Если бы я был себя так в своем возрасте, я бы меня каждый день был в целом правом. Не за этим ты сюда приехал. Ты ведь хотел жить там, где не так много правил. Да, вот и поговорили. Доволен? Не очень. А на... Что на этот раз? Кажется невозможным, но решение есть. Он лает, но не кусает. Он кричит, потому что любит тебя. Полегче. Он просто беспокоится, что ты можешь пораниться. Никакая физическая боль не сравнится с теми страданиями, которые он причинил моей душе. Ой, началось. Понимаешь, просто он сильная личность. Сильная личность. Боже, спаси нас от сильных отцов. Ну почему я не родился в семье славного безвольного хлюпика? Ну, в этом тоже мало приятного. Самое главное, это то, что отцы могут измениться. Скажи, что же. Я не уверен, но мне кажется, что есть определенные... Сдвиги, да уж. Вообще сдвиги. Пожалуйста, не мешайте Эммета. Сперва мне бы хотелось услышать хотя бы одну убедительную или разумную. Видите ли, Ваша честь, эта демонстрация очень важна для Эммета. Ха, детский лепет. Через две недели он уже обо всем забудет. Это вот и я и воюю. Эммет всего лишь... Упрямый, своенравный, простодушный, неисправимый и одержимый. Правильно. Но если посмотреть с другой стороны, эти черты не такие уж плохие. Это твоя точка зрения, сынок, но я сомневаюсь в ее правоте. Подобные черты характера ведут к сплошным неприятностям. Он унаследовал их от своей матери. Да, это бесполезно. Вы не понимаете, но слишком многое зависит от выступления Эммета. Это еще одна причина, по которой я не должен этого допустить. Подойдите, молодой человек. Полагаю, вы хорошо знаете моего сына. Вы всерьез полагаете, что на этой выставке его ждет успех? Надеюсь. Конечно, конечно, да. Ха! Ты не хуже меня знаешь, чем это закончится. Катастрофой! Возможно, но может быть и нет. Но даже если да, я хотел сказать, что неужели Эммет не имеет права на ошибку? Эммет совершил уже столько ошибок, что хватит на целую жизнь. И я, как его отец, не хочу, чтобы он больше ошибался. Эммет всего лишь пытается заявить о себе. Возможно, в дни вашей молодости все было по-другому, но сейчас нельзя упускать шанс. Что тебе известно об упущенных шансах? Попробуй переехать в другую страну, не зная языка, и с парой долларов в кармане. Вы? Представь себе я! Я выпутался из этой ситуации. И как к этому отнесся ваш отец? Папа? Он был в ярости. Он был в меня с моим нравом. Что-то знакомое, да? Значит, отец не одобрял вашего переезда в Америку? Вообще-то, папа никогда не понимал молодежь. В конце концов, он смирился, но было уже слишком поздно, чтобы... Передай ему, что я выслушаю его. Я хочу его выслушать, если он захочет высказаться. Вот и отлично. Вот и замечательно. Замечательно. Слушай, ну я не знаю, а что я тебе еще могу сказать? Полегче, он просто беспокоит. Никакая фи... Так. Понимаешь, просто он... Сильный... Ну, самое главное... Скажи что же. Блин, ну вот же, это решение невозможное. Я думаю, он не будет... Кхм... Песит. Я над этим работаю. Че мне сделать-то? Что тут? Ты вроде бы начал говорить, что похож. А, понял. Возможно ли, что ты и твой отец? Нет, проехали. Эммер, не упорствуй. У тебя есть чувство гордости. Я это понимаю. И у него тоже есть. Но почему бы не попробовать помириться? Это же твоя семья. Семья, это самое важное. Иногда даже важнее, чем можно себе представить. Можно мне подняться? Значит, ты считаешь, что сегодня меня ожидает полный провал? Да. Да, я так считаю. Я хочу заявить, что если моего сына сегодня ожидает полный провал, то я просто обязан его поддержать. Папа. Ты изменишь свое мнение, когда увидишь, как эта крошка взлетит. Вот, посмотри, статический аккумулятор генерирует силовое поле. Марти, подай, Трикси, сигнал, что мы готовы. Отлично. Дамы и господа, спасибо, что оставались с нами, несмотря на эту задержку. А теперь выставка в Хилл-Велли с радостью представляет мистер Энет Браун и его электрокинетический левитатор. Смотрите, он летит! Моя, это слетит! Да! Бух-бух! Да, именно этим и закончился его полет. Эй, эй, стой! А ну, вернись! Ё-моё, это же балда даже управлять этой машиной не умеет. Ты в порядке? Я думал, что смогу изменить. Все могло быть иначе. Забудь об этом. Идем. Мы должны остановить ее, прежде чем... Энет, не подходи ближе! Да! Уходи прочь! На! Уходи! Марти! Молодец, Док! О боже, Док! Скажи что-нибудь! О, опять! Мы отвезем тебя в больницу, Док! Все будет хорошо! Да! Думаю, со мной все будет хорошо, Марти! Нет, нет, Док! Не надо! Не уходи! Все хоть живы-то! Да! Эммит! Ты что, все это время был здесь? Эммит! А все уже закончилось? Ну ладно, все позади. Ты пропустил... веселое представление. Но боюсь, теперь меня не подпустят к этой выставке еще лет 50. На твоем месте я бы тоже туда не ходил. По крайней мере, пока не выметут все битое стекло. Я о чем не только думал. Естественно, поток ионов, создаваемый электромагнитом такого масштаба, нарушает работу обычного механического рулевого управления. Нам нужна более продвинутая система. Я думаю, если мы найдем способ перевести гравитационное поле объекта в электрокинетическую энергию, дальше можно будет направлять ионные потоки, просто смещая его вес! Святые угодники! Это оно! Что насчет твоего отца? Ох, полагаю, мне следует подождать, пока он уладит все дела с властями. Я могу сказать, что он был в восторге от того, чему вернулось в мою шоу, но ты же слышал? Он сам признал, что служение науке предполагает не только взлеты, но и падения. Как я это вижу, мелкие ошибки по ходу дела не помешали нам продвинуться по научной стезе. Идем! Нельзя терять время! Вернемся в лабораторию и... Извини, что-то не так? Я не знаю. Да, нет. Это долгая история. Скажем так, я кое-кого потерял. О, мне жаль. Я знал его? Знал. Это был Карл Саган. Что? Тот тип, который пытался меня нанять? Ты с ним дружил? Странно. Но как? Не беспокойся, к тебе это не имеет никакого отношения. Что? Ты остаешься для меня загадкой, Марти. Откуда ты появился, чем занимаешься... Но одно я знаю точно. Что бы там ни было, это имеет ко мне какое-то отношение. Пожалуйста, Эммит, не спрашивай. Что это? Ну, уже дай посмотреть. Я заслужил объяснение. Ладно, бери. Ну ладно, вот. Что это? Объяснение. Но ты должен пообещать, не смотреть на это, пока не получишь ключ от города. А? Эммит! Просто пообещай. Эммит! Где ты, сын мой? Я сейчас, отец. Ключ от города? Я не понимаю. Ты не сможешь понять какое-то время. Иначе это бы нанесло непоправимый щерб. Кое-чему просто пообещай. Ладно, обещаю. Постой. Я увижу тебя снова. Да, когда-нибудь. Эммит! Я очень надеюсь, что это тот док. Сработало. Не факт. Да. Эхе-хе. Так ты и был тем самым Марти. Затем такие фокусы иногда выкидывает память. Тогда ты мне казался намного выше. Как прошла церемония? Утомительно. У тебя оригинальный подход для передачи посланий. Только так я мог не нарушить твою временную линию. О, но? Но что ты делаешь в 31-м году? Я должен спасти тебя. Меня молодого? Нет. Тебя-тебя. Но потом вмешался молодой. Ты понимаешь, ты был в тюрьме и... Неважно. И лучше мне не знать. Давай просто вернемся в 86-й. То есть, если твое присутствие не вызвало других временных аномалий... Хе-хе-хе-хе. Я? Не-не-не-нет. То есть, я все еще не уверен насчет моего... Это кто? Где он? Где мой непутевый сын? Он недостоин носить фамилию. Вы не видели моего Арти? Арти Макфлая? Вот. Только что звонил Мелвин из городского архива. Сказал, что этот проклятый дурак удрал и женился на какой-то канадской потаскухе. Можете себя... Женился? Женился. Клянусь, этот парень точно сведет отца в могилу раньше срока. Че-то здесь не так. Так вот, как ей удалось снова получить эту работу. А-а-а! Он женился не на той бабушке. В смысле, Трикси не моя бабушка. А если она не моя бабушка, то и я, не я. Или, погодите, это был прадедушка Вилли. Я видел его еще младенцем. Он меня еще описывал. Черт возьми, док, я снова начну исчезать. Успокойся, Марти, пока что ты вполне материален. И в чем бы ни была проблема, я уверен, мы сможем решить ее с помощью... Это машина! Ха-ха-ха, не сможем. Круто. Каким образом она сюда вернулась? Она? Ты? Ты не Эдна! Что здесь происходит? Вы сговорились отправить меня в психушку? Нет, все очень просто, Дэнни. О, уверен, что так. Но скажите, была ли Эдна Стриклинг на этой машине, когда я гнался за ней? Не именно на этой, но почти такой же. У этой машины есть мерзкая привычка растворяться в воздухе. Подождите, Эдна Стриклинг только что исчезла с Делорианом? Ну, а если вы так ее называете? Она сперва загрохотала, а потом бах, и нету. Святые угодники! Твою мать! Марти, ты хотя бы знаешь, в какое время она могла отправиться? Понятия не имею, док. Временные контуры ее Делориана неисправны. Она могла переместиться в любое время. О, это плохо. Очень-очень плохо. Будем надеяться, она прыгнула в будущее. В далекое будущее. Потому что если она отправилась в прошлое... Думаешь, ей удастся изменить ход событий? Хотя, минуточку, это же Эдна. Конечно, она попытается изменить ход событий. Эй, парни, скажите, наконец, что за чертовщину вы? Ой-ой. Ой-ой. Йо-моё. Твою мать. Док? Мы что, покинули Хилл-Вэлли? Нет, похоже, Хилл-Вэлли покинул нас. А как? А мы-то как остались? В том, что с ним что-то случилось. И очень давно. Я надеюсь, не во времена динозавров она поселенца первого убила. Ну-ну, вы двое, похоже, заблудились, эй. Что это за штуковина? Это экспериментальная модель. Не обращай внимания. Вы не могли бы помочь нам? А где находится Хилл-Вэлли? Мы ищем Хилл-Вэлли. Не понял, холм или долину? Нет, это город. Город по названиям Хилл-Вэлли. Хилл-Вэлли? Город? Кажется, я слышал, что когда-то давно здесь был город. Но я почти ничего о нем не знаю. Как я и подозревал. В прошлое отправилась Гатина. А когда исчез Хилл-Вэлли? А, черт. Не знаю. Я тогда еще и не родился. Что бы это ни было, оно должно было случиться не менее 45 лет назад. Никто сейчас не желает селиться тут поблизости. Мой папаша пытался много лет назад купить ферму неподалеку. Но его прогнала ужасная Мэри. Ужасная Мэри? Так мы ее называем. Живет в паре миль отсюда. Я раз в месяц доставляю ей почту. Она жаждет новостей. Выписывает все газеты округа. И не... Это она. Ага. Если кто ей может рассказать, что случилось с Хилл-Вэлли, вы можете показать к ней дорогу? Нам необходимо поговорить с ней. Извините, ребята, но я уверен, что она не станет с вами. А почему бы и не пообщаться с Мэри? Дело в том, ребята, что Мэри стара, как динозавр. И к тому же малость не в себе, понимаете ли? Она не любит чужаков. Уверен, мы с ней поладим. Мы будем вежливы. Пожалуйста, мы должны повидать ее. Ну ладно, если настаиваете. После моста сверните направо и езжайте по следам колес, пока они не оборвутся. Последнюю четверть мили вам придется преодолеть пешком. Удачи! И не говорите, что я не предупр... Все, по-моему, стало еще хуже, чем было. Нет. Перекись котов, вытирай ноги, че? Уходи. Мэри Пикфорд. Адвокатом. Так, ну что ж, давайте, наверное, на этом серию будем завершать. Достаточно забавное произошло у нас тут в этой третьей серии. Я даже пока не могу ничего сказать по этому поводу, но это круто. Так, я тут пол серии, наверное, сидел, как дебил, во всю морду улыбался. Ну ладно. Давайте на этом будем заканчивать. С вами был Witch of Sin, это была игра назад в будущее, эпизод 5, серия 3. Всем спасибо за просмотр и всем пока.